Это был даже не метеорит, а так небольшой осколок. Однако ущерб нанёс серьёзный. Солнечную батарею, видимо, придётся ремонтировать. Микрометеорит был настолько мал, что на Земле его сближения с орбитальной станцией попросту не заметили. И заметить не могли. Российская система контроля космического пространства, сердце которой в подмосковном ЦУПе, фиксирует лишь приближение гораздо больших объектов. На этом экране видны параметры опасного сближения МКС с космическим объектом, с объектом космического мусора. Вот на картинке видно контуры МКС, видно контуры космического мусора. И в данный момент максимальное сближение составляет около 12 километров. Локаторы на Земле могут засечь тела размером больше 20 сантиметров. Отработавшие спутники, ступени ракет и многое другое. Все то, что оставило человечество на земной орбите. Когда незваный гость вдруг приближается к МКС ближе 15 километров, его берут на контроль здесь, в Королеве, и в американском ЦУПе, в Хьюстоне. Если расстояние еще меньше, принимается совместное решение об уклонении МКС от опасного объекта. Если вероятность столкновения МКС с объектом, который называется космический мусор, превышает действие 4, то здесь уже сразу повышенное внимание к этой ситуации и принимаются меры подготовительные. Если 10 минус 3, то меры не только отлонения уже, скажем, орбиты станции, некоторые увод ее с орбиты, но и даже перегрузка в транспортный корабль. За последние 4 года мусор угрожал МКС 22 раза. Делать маневры приходилось не каждый раз. Объекты в космосе движутся непрямолинейно и порой меняют траекторию. Например, под воздействием атмосферы и Солнца. Космический мусор может двигаться в разных направлениях. И если берем худший случай, если он движется навстречу МКС, и тот и другой объект летит со скоростью больше 7 км в секунду, и они сталкиваются, то относительная скорость получается более 14, около 15 км в секунду. Внимание! Опасный номер. Космический таран на скорости 5400 км в час. Даже современные технологии при столкновении на таких скоростях не выдержат. Это на себе проверил американский спутник связи «Иридиум», который в 2009-м столкнулся с уже не работавшим российским аппаратом в серии «Космос». Поле 9 грамм. Если она не летит, она никакой опасности не представляет. 400 метров в секунду из ствола выпустили, уже смертельная опасность для человека. Те же самые 9 грамм осколка какого-нибудь космического аппарата, которые летят со скоростью 8 км в секунду, значит, они в 20 раз быстрее поля, они могут уже порадить не только космонавта, но и космический аппарат. Сегодня по инициативе Роскосмоса в нашей стране разрабатывается новая система контроля космического пространства. Сеть автоматических телескопов и локаторов сможет пристально следить за всем небосводом и при опасности брать под наблюдение объекты, которые представляют угрозу. Все перспективные космические объекты, как космические аппараты, космические станции, средства выведения, разгонные блоки, межорбитальные буксиры, которые мы будем создавать в будущем, все они на сегодняшний день создаются с учетом аспектов борьбы с космическим мусором. При проведении динамических операций в космосе, при выведении космических объектов на орбиту, мы ставим задачу, чтобы никаких искусственных образований не оставалось на орбите. Сначала попробовать оснастить космические аппараты датчиками соударений на постоянной основе, чтобы изучать мелкомасштабную фракцию космического мусора, которая тоже представляет опасность, которая портит материалы поверхности, портит панели. Проблемы космического мусора становятся планетарной. Рождаются идеи, как очистить орбиту, например, отправив в космос автоматического уборщика. Но даже если человечество перестанет запускать ракеты и спутники, уже существующие на орбите объекты будут разрушаться и окончательно замусорят космос. Пробиться на земную орбиту станет невозможно.